Всем привет! Вы на канале Польза.нет и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня и сейчас съемка ведется с четырех топовых флагманов. Это Samsung S22 Ultra, Huawei P50 Pro и Pixel 6 Pro. Ну, OnePlus 10 Pro и еще iPhone 13 Pro Max у меня в карманах, но я думаю, что вот этих будет в принципе достаточно. Интересно что? Что вы сейчас не видите, что и как снимать. Вы слышите с аппарата звук, при том не знаете с какого. На секунду остановитесь и поймайте себя на мысль, какая из этих картинок вам нравится. Поймали? А теперь смотрите, что есть что. Правда странно, а вы думали, что вам понравится больше всех Samsung. В резюме, в окончательной части этого ролика, вы увидите пример съемки на эти четыре смарта уже на фронталку. Сейчас на основной камере 4K 60fps. Сейчас в глобалке камера не потеет, цифры показывает лучше, стабильность выше. И в принципе, мне вся линейка Xiaomi 12 нравилась. И 12X, и 12-ка. Обзоры вы можете посмотреть на канале. Не нравилось только то, что там потеют камеры. У этого дела камеры не потеют. Это основной плюс. Разумеется, прошивку как-то допилили. А что еще изменилось и как это все дело вживую работает, вы увидите в ролике. Смотрим. Сегодня мы с вами будем обозревать то, что я уже в принципе тестировал. Но тестировал я это для китайского рынка. Как вы помните, Xiaomi Mi 12 Pro имел огромнейший недостаток. Как и вся линейка Xiaomi, которую я покупал в китайской версии, запотевали основные камеры. При том, это происходило моментально. Этот аппарат я планирую тестировать, пусть даже не за пределами Российской Федерации. Потому что я сейчас пока никуда не поеду, но слетаю в Калининград. И там погуляю по набережной, поснимаю на этот смартфон. Поснимаю, скорее всего, на Samsung S22 Ultra. Почему глобальной версии не так интересны? В первую очередь, потому что это такое же железо. Во вторую очередь, по той причине, что если у вас есть китайская версия смартфона, накатить сюда глобалку проблем в принципе никаких. Рассказывать про то, как красиво все это дело упаковано, я не буду, потому что уже рассказывал. Рассказывать про то, что, по моему мнению, обалденно все это снимает. Просто шикарно лежит в руке. И это большой аппарат, который, конечно, не дотягивает по своей презентабельности до Яблока 13 Pro Max. Но в то же время является, по мне, довольно неплохим эталоном. Потому что, несмотря на то, что у него ценник высокий в долларовом эквиваленте, он не такой заоблачный. Если брать те же Samsung, даже сейчас, сегодня, допустим, я захочу этот аппарат, я отдам в рублях. Вот сегодня около 110 тысяч рублей за Samsung. В той же комплектации мне придется отдать 150. Насколько он лучше Samsung S22 Ultra? Ну, я не знаю. Мне кажется, что они рядом где-то. Опять же, протестирую, посмотрю, расскажу. Сейчас вы видите, как я все это дело распаковываю. Глобальный, черный и красивый. Да, здесь, в отличие от Ultra, нет у нас никакого стилуса. Но это все лирика. Не лирика в том, что у нас идет зарядка стандартно с этим супер-мега-монстром на 120 ватт в комплекте. Кабель, разумеется, USB, Type-C, USB-C. И вполне возможно, помимо ключа для извлечения сим-карт, разумеется, здесь еще идет чехол. Я сразу прикупил Нилкинский чехол. Это не реклама Нилкина, это, в принципе, просто единственный бренд, которому я доверяю при покупке чехлов на супер-дорогие аппараты, когда я их не хочу разбить. Почему я люблю именно такие чехлы Нилкин? Когда-то, в далеком прошлом, когда я снимал обзоры на Huawei P20 Pro, я купил один раз вот такой вот синенький чехол у них. И он меня порадовал, он спасал этот телефон сотни раз. На OnePlus 10 Pro я купил такой же чехол, правда, использую другой, на OnePlus 9 Pro, на Huawei P40 Pro я покупал такой же чехол. И теперь очередь пришла, да, отлично, на Xiaomi 12 Pro подходит. То есть, когда он у вас падает, чаще всего, лично у меня, ничего не разбивалось. Хотя, очень многие люди, которые считают, что я каким-то образом их пиарю, хотя у меня даже в телеге скидок на 40 тысяч человек я ни разу посты не делал. Ни со всякими базеусами, с зарядками, ни с Нилкинскими чехлами, потому что, ну, не то чтобы это ширпотреб, но это то, что можно купить, по большому счету, всегда и везде. К чему это все? К тому, что давайте очередной раз мы проверим вес. Я думаю, у глобалки ничего не поменялось. 206 граммов, все, Ctrl-C, Ctrl-V. По ширине ничего не поменялось, 74 миллиметра. По высоте также ничего не поменялось, 5 секунд. 163 миллиметра, 11,8 миллиметра. Почему я все проверяю? Потому что на заборах много чего пишут. И одно дело, когда вы все это ручками проверяете, а абсолютно другое дело, когда вы проверяете это не ручками. Насколько все это дело быстро заряжается? Насколько все это быстро и хорошо себя ведет? Насколько хорошо и прокачали ли они камеры? Узнаете вы в ролике, обязательно поиграю. Опять же, опять же, еще раз проверю автономность. Все как всегда. В принципе, в целом и частности, по поводу космос цены. Она и была космоса, это раз, а два, учитывая на данный момент курс доллара в моей стране, все совершенно реально можно купить. У меня есть руководство, каким образом покупать налички, экономя при этом от 10 до 40% стоимости. И я думаю, оно того стоит. Смотрим. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Стандартные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Перейдем же к смартфону. Полетели. Глобальная версия внешне от китайской ничем не отличается. Только зеленые расцветки, такой как была у Xiaomi 12 Pro китайской версии, я не обнаружил в продаже. У глобальной версии на выбор только серая, фиолетовая и голубая расцветка. Выглядит он достойно. Тыльная часть выполнена из матового стекла, рамки алюминиевые. И с фронтальной части дисплей закрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Но мы помним, что у меня было с Asus Rock Phone 5 Pro, у которого этот Gorilla Glass Victus при падении с метра раскололся практически надвое. Обзор можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Рамки, как и тыльная часть, не марки, отпечатки незаметные. Лежит удобно, но ненадежно, так как очень скользкий. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, два микрофона, динамики, два основных и один разговорный. Звучание здесь, разумеется, стерео от Harman Kardon. Качество звука отличное и Dolby Atmos на борту. На верхнем торце виднеется и Капорт, а вот миниджека здесь нет. Далее есть прорезиненный слот на две сим-карты, и карту памяти запихать туда нельзя. Официально о защите от влаги не заявляли, поэтому топить я его не буду. Сборка хорошая, качество материалов отличное. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем на 6,73 дюйма, AMOLED Dot Display LTPO с разрешением 3200 на 1440 точек, WQuart HD+. Dolby Vision и HDR10 на борту, глубина цвета 10 бит, контрастность 8 миллионов к одному, стопроцентная цветовая гамма DCI-P3, экран с закругленными краями, и я не фанат данного дела, мне больше плоский экран по душе, особенно для игру лето 1, а 2, в принципе эти водопады, и ремонтировать дороже, если они расколются, и еще много всяких неприятностей с ними бывают. Плотность пикселей, космическая 522 ppi, стандартная яркость 1000 нит и пиковая 1500 нит, хотя сейчас уже встречается и побольше. При прямом попадении лучей солнца на экран в режиме автояркости лично мне все видно, выглядываться в экран не приходится, что достаточно хорошо. Частота для явления экрана максимум 120 Гц, на выбор есть также 60 Гц 90 и автогерцовка, которая подстраивается под сценарий использования устройства. Тач на 480 Гц, чего более чем достаточно. Из полезного на борту есть система визуализации с искусственным интеллектом, также есть полноценный Always On Display, за что спасибо, но что неудивительно. DC Dimming в легком доступе я не обнаружил, но в режиме разработчика есть вкладка устранения мерцания при слабом освещении для снижения нагрузки на глаза. Но на шим данная функция по факту не особо таки влияет. Шим без нее на 100% яркости 33%, на 50-31%, на минимальный 45% показатели лучше, чем у Samsung S22 Ultra, у которого, к слову, разрешение слегка меньше, чем у Xiaomi 12 Pro. Но пиковая яркость больше, на него обзор вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Автояркость работает прекрасно и быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок. Далее, мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев с удобным расположением внедренного в экран. И распознавание лица. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, но долго. Распознавание лица срабатывает стабильно и быстро. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно, что, как по мне, хорошо. А биометрические данные можно внести двух лиц, что круто. Не везде такое встретишь. В общем и целом, экран меня порадовал. Он хорошо передает цвета, он четкий, насыщенный и, что самое важное, яркий. Скроллинг плавный и при автогерцовке хорошо сохраняется заряд аккумулятора. Подбородок внизу экрана есть, но не сказал бы, что он огромный. Летим дальше. Процессор Snapdragon 8 Gen1 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота которого 3 ГГц. Графический процессор Adreno 730. Это прям уж топ-топ. Интерфейс MIUI 13 и Android 12 версии. Оперативная память здесь, разумеется, LPDDR5 и на выбор здесь 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1, что отлично на 256 гигабайт. Это конкретно в моей модели 256. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E версии. Ненужная на данный момент поддержка 5G сетей нам бы четвертые не обрубили. Для 4G есть 7 и 20 бэнд, они на борту. Связь смартфон ловит хорошо, звучание при разговоре отличное. Микрофон отрабатывает хорошо. Запись разговора в стоке, но с уведомлением собеседника о начале записи. Все это можно поменять, но разумеется, рут делать и подобное. Вы, я думаю, и так в курсе. Датчик приближения не подводит, что радует. Линейный вибромоторчик по оси X нет опорный. Мне лично понравился. Вдобавок можно настроить уровень тактильного отклика. Bluetooth практически последней версии 5.2. NFC, разумеется, поддерживается, хотя сейчас актуальность его становится все меньше. Ну, наушники соневские быстрее можно подключать, правда? Из навигации на борту GPS, Galileo, Glonass, Beidou, Naviq и A-GPS. GPS-тест показывает стандартную для данного процессора точность 3 метра, при условии, что рядом есть высотки. Лучше у Qualcomm'а не бывает. Емкость аккумулятора 4600 мАч. В PC-марке выдал 6 часов 38 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил на 100% яркости с максимальным разрешением экрана и 120 Гц. Как вы понимаете, если автояркость поставить, жить он будет намного дольше. Заряжается он с нуля до 100% от родного адаптера питания за 24 минуты. На борту также есть беспроводная зарядка на 50 Вт, реверсивная зарядка на 10 Вт. Вы ощущаете беспроводная зарядка на 50 Вт. Это прям сильно. Поддержка Power Delivery версии 3.0 и Quick Charge версии 4+. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики и 100% яркости улетает 33%. Играть комфортно, иногда проскакивает просадка FPS, что вполне возможно просто из оптимизации. Яркость не понижает телефон, что хорошо. В простенькие игры играть можно без проблем. За охлаждение в смартфоне отвечает технология Liquid Cool. Перейдем к тестам. Троттлинг тест прошел он вообще не волшебно. 176 гипсов минимально, максимально 346 и в среднем 217 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В Geekbench и в синглкоре 415, в мультикоре 1389. В 3D марке показал Wild Life 9902, Wild Life Extreme 1847. Wild Life стресс-тест и Wild Life Extreme стресс-тест не проходит из-за перегрева. Слингшот экстрим и слингшот на максимуме. В Antutu выдал 946 тысяч попугаев, почти миллион. Storage тест же показал космический 71 тысяча 813 баллов. И это супер круто. 30-минутный стресс-тест прошел, но совсем к слову это не идеальные результаты. Результаты вы видите на экране. Результаты теста искусственного интеллекта великолепны. 1 миллион 711 тысяч. К слову, некоторые тесты он проходит лучше, чем китайская версия, что очень даже радует. Основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей и одной лет вспышки. Ширик IMX 707 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 115 градусов и телеобъектив на 50 мегапикселей. Цифровая стабилизация также у них на борту. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 фпс и, разумеется, есть 4К 60 фпс. Когда же они сделают еще 120 фпс для 4К, да? Фронтальная камера на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру. В размерах она небольшая. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 фпс. Различных режимов для видео и фотосъемки на борту более чем достаточно. Короткие примеры вы сейчас увидите вместе из фото. Xiaomi 12 Pro. Основная камера 4К 60 фпс. Снимаю специально с одной руки. И даже здесь и сейчас с моим тремором я вижу, насколько хороша стабилизация. Попробуем увеличить максимум на X6. И не надо нам больше. И вроде бы он неплохо таки снимает дальше. Переход на ультра ширик невозможен. Это минус. Ну а все остальное, пауза и фотография, возможно, это хорошо. Одновременно со съемкой. Телефон не тормозит, в отличие от некоторых других флагманов при съемке. И не подглючивает. Ну посмотрим, как это все будет выглядеть в жизни. По поводу автофокусов. Вы видите сами, что все максимально плавно справляется на ура. Но я еще его потестирую. Глобалка не потеет, к слову. И немного печального общения на фронтальную камеру. Почему печального? Потому что максимум 1080p 60fps. Хотелось бы, конечно, как у Самсунгов 4K 60fps. Почему? Потому что это суперфлагман. Это максимум, что на данный момент может сделать Xiaomi. Притом и для глобального рынка тоже. У Xiaomi более топовых аппаратов нет. Да, мы можем Mi 11 Ultra вспомнить. Но это прошлое поколение. Мы можем вспомнить с вами Mi Mix 4 на 3,8+. Опять же, обзор был. Но там камера была хуже. И по фронталке они, может быть, решили идти по пути BBK. Из разряда «все равно купите». Ну вот так. Вот так он снимает. Еще одна мини-съемка. И сразу наблюдение, что у Mi 12 Pro, как и у китайской версии, какая-то беда у меня с датчиком отпечатка пальцев. Вообще не хочет разблокироваться. Через него вроде бы удалял, заново заводил. И пока вот такая беда. Либо у меня пальцы не такие, либо что-то не то. 4K 60fps. Смотрим, как увеличение работает. X4, X6. Пытаемся посмотреть время. И в целом, я думаю, что картинка вас радует. Та же локация, немного ультраширика, чтобы вы понимали, как все это дело будет выглядеть на экране, если вы решите против солнца, допустим, через ультраширик снимать. Небольшой тест-съемки. Без электрички. Светлогорска. Плавненько. Продолжение теста. Фронтальная камера. И, к сожалению, только 1080p. Пусть даже 60fps. Mi 12 с одной руки. Что бы я хотел добавить? Что, наконец-то, датчик сканера отпечатков пальцев после трех перезагрузок и еще двух раз, что я его заново вводил, начал работать более-менее адекватно. Но медленно. Ну, а это Xiaomi Mi 12 Pro. И также, надеюсь, что он у меня не вылетит из рук. Надеюсь, что вы видите, как он снимает фронталкой. И основная камера Mi 12 Pro. Я уж думал, что здесь кто-то купается. Но нет, здесь купаются только чайки. Пока. Хотя, вполне возможно, есть кто маржует, либо кто в аквакостюмах. Вот туда, возможно, я схожу, но не факт. Потому что до самолета осталось немного. Напоминаю, что в Калининград я летал за Mavic 3. Можно, кстати, сейчас летать по России. Лучше на запад, чем на восток, правда. Чтоб съемки какие-то делать. Если будет интересно, пишите. Со всех смартов практически снимал уже. 4K 60fps. Вид смотровой площадки. Съемка с одной руки. Если увеличивать, картинка не самая ужасная. Хотя лучше ее и не назвать. Вид со смотровой площадки. Вот так. Это из разряда того, что, когда я смотрю, у меня должны быть эмоции. Но я здесь уже не первый раз. И даже, наверное, не пятый. Прошлое лето все мое семейство провело именно здесь. И здесь красиво и хорошо. И не слишком жарко. Немного фронталки, которая не должна быть такой у флагмана. Но вот такая она. Так же, как с бибикеевскими ванплассами. Как я уже 10 тысяч раз повторял и буду повторять. Нет здесь 4К. Нету. А хотелось бы. Московская. Хотя пытается снимать он. Пытается. Лучше, чем бюджетники. Это 4К 60fps. 5fps смарт может снимать в 8К. 30fps. Но смысла для ютьюба нет в этом. Вот так примерно все будет выглядеть, если будете снимать ночью. На московской. Надо не забыть, что нужно успеть на метро. Минусы. Разрешение у фронтальной камеры, как по мне, портит общее впечатление о смартфоне. Также USB версии 2.0. Отнесу к минусам. Ну, могут они 3.0 ставить. Но какие проблемы? Дорого? Не верю. Нет миниджека. Лично для меня также являются минусами. Фронтальная камера, которая находится в верхней части экрана, по центру. Я предпочитаю, чтобы она находилась в углу. Также закругленные края не в моем стиле. Понятно, что это не полностью водопад, но где-то плюс-минус. Ну и запотевание камер в китайской версии в первых партиях это плохо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Есть ли промокоды? Посмотрите в моем телеграм-канале. Также по ссылке в прикрепленном комментарии. Сейчас идет сейл. Промиков все еще нет. Курса не радует. Почему? Потому что, если вы обратите внимание, курс на Али сейчас больше 118. Во всяком случае, был вчера. Курс на Киви кошельке был 98. А курс на бирже 90. А я когда-то говорил, что 50 рублей за доллар не будет. На бирже 50 рублей за доллар будет. А вот мы будем покупать технику по сути по этим ценам. Но главное, что продают. И это хорошо. Было бы плохо, если бы мы вообще ее приобрести не могли. Не забывайте подписываться на канал с колоколом. Резюмирую. Резюмирую. Телефон, конечно, классный. Но есть одно огромное но. И сейчас вы его видите. Вы опять не видите, с какого аппарата ведется съемка. Это фронтальная камера. 4К. Везде 60 фпс. Кроме одного смартфона. Я думал, вы догадываетесь, какого. Это Xiaomi. К сожалению, максимум 1080p у фронталки. Бах. И вы уже видите, что есть что. У Samsung Pixel 6 Pro картинка цвет блеск красота. Остальное, ну как минимум, не справляется. Huawei что-то где-то как-то пытается. У Huawei, к слову, самые натуральные цвета на фронталке. Но это лирика. Сейчас вы увидели, как телефон может отрабатывать в обычных условиях обстановки. Мне не нравится оболочка у Xiaomi. Мне нравится сейчас курс на Алиэкспрессе. Если покупать через Kiwi, смотрите в описании, как это делать. Реально, вот на сегодняшний день 86 рублей за доллар. И за эти деньги, если в пересчете в долларах Mi 12 Pro, цвет блеск красота. Если выбирать сейчас, бежать в магазин и покупать какой-нибудь iPhone. Вот как раз по этой причине здесь нет. Для сравнения iPhone я бы его брать не стал. Но это overprice. Разумеется, я также бы не стал брать, как я и говорил в обзоре на Samsung S22 Ultra, за 150 тысяч рублей Samsung. Ну, есть 4K 60fps, супер. Есть ненужный мне конкретно стилус, тоже супер. У Xiaomi нет ничего лишнего. По размерам он для меня, как Huawei P50 Pro идеален. Но у Huawei нет габсов, и я не хочу даже о нем говорить. Обзоров было много. Смарт мне нравится. Съемка даже его нравится, что странно. Детализация, все остальное, звука, решать всегда только вам. Как вы мне правильно многие пишите. Саня, ну он же плохой этот смартфон. Вот по этой причине я и вставляю. И синтетику, и свое мнение, и сравнение по съемке. Не забываем подписываться на канал, не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи. Там 7 с лишним тысяч человек, и там реально эксклюзивный контент. Я делаю мифы и реальность по поводу техники. Сегодня буду грузить мнения по поводу квадрокоптеров, которых я обозревал уже достаточно, и которые еще новые купил. 2S и Mavic 3. Возможно распакую, возможно продам и куплю смартфоны. Пока еще не решил. Спасибо за просмотр. Девайсу однозначное, да, глобалки, которая не потеет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.